Мы поклоняемся Тебе и мы благословляем Тебя. Хвала имени Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец. Хвала Тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. И я ценю такой радушный прием. Глория наконец-то поняла, почему нас продолжают приглашать сюда. Люди так любезны к нам. Это потому, что мы единственные, кого они могут найти, кто приедет в феврале. Нет, нет. Это неправда. Неважно, какое сейчас время года. Слово Божье – это Слово Божье. И Иисус – это Иисус. И мы занимаемся тем, что принадлежит Отцу. Аминь. Почему бы вам не повернуться и не пожать руку двум-трем людям? Улыбнитесь так широко, как вы только можете. Скажите кому-нибудь, что вы любите, и к Господе. И затем можете садиться. Аминь. Отец, мы молимся сегодня об этом Слове. И мы благодарим Тебя, открывая его. И мы воздаем Тебе честь и славу. Во имя Иисуса. Аминь. Откройте вместе со мной свои Библии на книге Притч. Если хотите, вы можете открыть также книгу Псалмов. Первым местом Писания в ней будет 72-й Псалом. Притчи 10-я глава. И давайте прочитаем 22-й стих. Благословение Господне Оно обогащает И Вы обратили на это внимание? Благословение Оно Благословение Господне Оно обогащает И Печали с собой не приносит Прочитайте это вслух вместе со мной, пожалуйста. Благословение Господне Оно обогащает И Печали с собой не приносит А теперь откройте 72-й Псалом И Прочитайте 12-й стих И вот Эти нечестивые благоденствуют Или процветают В веки сём Умножают богатство Наше процветание Приходит Не от этого мира Оно приходит От благословения Господне И что мы знаем Как этот мир Когда Библия говорит о мире Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие Всему творению Этот мировой порядок Мы не говорим о земле Мы говорим о системе управления И финансов Системе торговли И в своей основе Она является Вавилонской Поэтому можно было бы сказать так Идите по всей Вавилонской системе Этого мира И проповедуйте Этой Евангелие Можно было бы сказать так Вот те, кто процветает В вавилонской системе торговли Нечестивые Я хочу, чтобы вы помнили Я хочу, чтобы вы помнили Этот 12-й стих Это ещё всплывёт не один раз И тогда Это будет действительно Действительно интересно Слава Богу Я собираюсь поговорить О некоторых вещах О которых большинство из вас Никогда в своей жизни не слышало И меня нисколько не интересуют Мои представления Или мнения И тем более Мой собственный опыт Меня интересует Только Слово Божье И меня всецело интересует Что говорит об этом Библия Итак Благословение Господне Оно обогащает И нам нужно выяснить Процветание в Боге Обогащает Делает богатым Процветание в мире Что он сказал? Вот Эти нечестивые Благоденствуют Процветают В веки сём Умножают богатство И есть разница И что вы сразу можете видеть Это то Что он сказал Благословение Господне Обогащает Но оно Печали с собой не приносит Если вы находитесь Вне благословения Господня В какой-то сфере вашей жизни Духе Душе Теле Финансы В семье Политике Что бы это ни было Тогда там есть печаль Если вы в благословении Господнем Там нет печали Но если вы всеми силами Пытаетесь заработать И приложить себе Без Бога То там уже есть печаль Она уже в этом есть Вы собираете её там И накапливаете И её будет для вас Предостаточно Особенно Если вы не имеете Ни малейшего представления О том Как бороться с ней Как она проявляется Потому что она полна проклятия И сейчас нам нужно выяснить Что значит богатый Благословение Господне Обогащает Делает богатым Без печали Поэтому первое Что мы можем здесь видеть Что бы ни означало Быть богатым Если вы будете оставаться с богом И процветать в его системе И в его благословении Это не приносит собой Никакой печали Я очень в этом заинтересован У меня уже было Предостаточно печали Аминь И я сам был всему этому причиной Аминь Аллилуйя Итак Давайте выясним Откройте 111-й псалом И 111-й псалом Является Ветхозаветным описанием того Какими бог Видит процветающих людей Процветающего человека Того Кто процветает в боге И первый стих Говорит вам это Аллилуйя Блажен или благословлен Муж Боящийся Господа И крепко любящий Заповеди его Его слово Его Завет Сильно Будет на земле Семя его Род правых Благословится Что ж Когда вы процветаете В боге Тогда ваша семья И последующие поколения После вас Должны быть более Процветающими Чем вы И этот мир Пытается это делать Но в большинстве случаев Терпит неудачу Поскольку такое впечатление Что каждый раз Когда кто-то Оставляет кому-то Какое-то наследство Они устраивают за него Драку И в итоге Оно все достается Адвокатам И адвокаты полны печали Поскольку они тоже Не знают Бога Они считают Что они имеют Право лгать И они обзывают Вас отвратительными словами Независимо от того Знают они о вас Что-либо Или нет Я имею ввиду Что кто-то Нанимает вас И первое Что он сделает Это придет И обзовет вас Аминь Итак Его семя Будет сильно на земле Род правых Благословится Обилие И богатство В доме его И правда Или праведность Его Пребывает Вовек Итак Вот человек Понимаете У этого мира И у людей Всегда было такое представление Что любой Кто следует за Иисусом Должен быть нищим Главным образом Потому что Они считают Что Иисус был нищим Но он абсолютно Не был нищим У меня сейчас Нет времени Но я бы смог Доказать вам Это снова 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 И даже в те моменты Когда его собственные ученики Портили все дело И у них не хватало денег Чтобы что-то купить Иисус просто верил Богу Помните Когда он преломил Хлеба и рыбу И написано Что он возрел на небо И что? И Благословил их Вы видите Как он процветал Он благословил Эти хлеба и рыбу И в Иисусе Мы видим Это благословение Без меры Поэтому оставайтесь Сейчас со мной Потому что мы можем Двинуться в разных направлениях И мы над чем-то работаем На этой неделе Праведность Его пребывает Во век Итак Обилие и богатство В доме его Это означает Что у него есть дом В котором есть Обилие и богатство И его праведность В глазах Бога Во тьме Восходит свет Правым Благ он И милосерд И праведен И помните Что каждый из этих стихов Имеет отношение к тому Что благословение Господне Обогащает Вот кто С точки зрения Бога Является богатым Праведные Правые Должны иметь дома Полные обилия И полное богатство Они должны быть Благословлены Их семя Должно быть сильно На земле Их семья Благословлена Во тьме Восходит Свет Вы не можете Удержать этого человека Во тьме Почему? Потому что он Благословлен И это свет Слова Божьего Помните Когда слуги пришли И сказали Одному царю Оу У нас должно быть Есть какой-то шпион Из лагеря Израилетян Они знают Даже те слова Которые ты говоришь В своей спальной комнате Но один из слуг Сказал Нет, нет Нет у них шпиона Их бог Говорит им Понимаете? В земле Семь был свет Был свет Был свет В зоне проблем Для людей Которые были богаты В Боге Поэтому здесь Есть что-то большее Чем деньги Богатство И красивые вещи Это все Часть этого Оно будет Не полным Без этого Но это идет В самом конце Списка Слава Богу Итак Добрый человек Милует И взаймы Дает Если вы прочитаете Это место В еврейском оригинале Там сказано Что он проявляет Благодать Он проявляет Благоволение И он скор на то Чтобы давать Он даятель Он поможет вам Он все время Будет помогать вам Он даст твердость Словам своим на суде Почему? Он благословлен Он правильно думает У него есть понимание Он может заглянуть в людей Люди не могут Заглянуть в него Духовный человек Вы не можете заглянуть В духовного человека Но вы можете заглянуть В естественного человека Если вы являетесь Духовным человеком Стоит вам достаточно Много времени провести Рядом с естественным человеком Он будет говорить вам Все, что он думает Поскольку он не знает Что это неправильно Говорить все, что приходит ему в голову Буквально за несколько минут Он скажет вам И дьяволу Все, что в нем есть Аминь И смотрите Он Вовек Он Вовек Что-то я не могу этого оставить Частью благословения здесь И богатства Является твердость слов Рассудительность и проницательность Аминь Он Вовек Не поколеблется В вечной памяти Будет праведник Его Невозможно Поколебать И это все является Частью того Что значит Быть богатым Не убоится Худой молвы Сердце Его твердо Уповая на Господа Утверждено Сердце его Он Он не убоится Когда посмотрит На врагов Своих Аминь Итак У благословленных Людей Есть Крепкое Основание Иисус сказал Строить свой дом На камне А не на песке Поскольку Слабый дом Разрушил Не дождь Его разрушил Не дождь Тот дом Разрушило Отсутствие Основания Потому что Второй дом Устоял Так что Дождь не был Настолько сильным Чтобы снести Хороший дом Аминь Итак Это человек Который Не боится Когда начинает Переходить Все плохие Известия Это человек Который Не боится Когда этот мир Начинает Стрелять В него Всем Чем только Может Говорить О нем Всякие Гадости Не читайте Не читайте Это Брат Копланд Каково ваше мнение О том Что про вас Написали В газете Я этого Не читал Хотите Чтобы я Сказал вам Почему Я этого Не читал Мне Все равно Это не имеет Никакого отношения К моему успеху Или падению Поскольку Я не живу На основании Этой системы И мне Все равно Кто они Я люблю Их Я молюсь За них Я не молюсь Бог Убей их Нет Здесь сказано В одном Из переводов Библии Что он Видит Своё Желание На своих Врагах Иисус Сказал Молиться За своих Врагов Молиться За обижающих Вас И загонящих Вас В 12 главе Послания К римлянам Сказано Не пытайтесь Защищать себя Но дайте Место Гневу Божию Ибо Мне Отмщение Я Вас Дам Говорит Господь Если кто-то Оказывает На вас Огромное Давление И это Приносит Разного Рода Проблемы Задумайтесь На минуту Как замечательно И как чудесно Было Я переживал Нечто подобное Я знаю О чем я говорю Как замечательно Когда этот человек Звонит вам И говорит Боже мой Брат Копланд Вчера Ночью Я пришел Себя Господь Пробудил Меня Я был Неправ Вы можете В своем сердце Простить Меня Ну конечно Аминь И в итоге Вы становитесь Хорошими Друзьями И братьями В Господе Это мое Желание Я переживал И это Замечательная Вещь Аминь Но если Вы заботитесь Если Вы боитесь Худой Молвы И ваше Сердце Не утверждено И не твердо И вы работаете В мире И вы тяжелым Трудом Зарабатываете Себе На жизнь Вместо Того Чтобы Работать В благословении Выполняя То Что Вам Поручено Вы Собираете Всю Эту Печаль Вы Знаете Что Внутри Вашего Сердца Страх И все Неприятные Вещи Которые Этому Сопутствуют У вас Вот Здесь В груди Стоит Комок И вы Не можете Его Проглотить Вы Не можете Его Выплюнуть И вот Вы Уже Сдаётесь Вопросом Почему Со мной Это Произошло Вам Не хочется Знать Почему С вами Это Произошло Но Если Вы Возложите Все Свои Заботы На Господа Именно Поэтому Так Важно Знать Что Писание Говорит Делать В Подобных Ситуациях Я Практикую Это Более Сорока Лет За Такой Период Времени Можно Кое Чему Научиться Если Вы Будете Держаться Этого И Петр Сказал Смиритесь Под Крепкую Руку Божью Все Заботы Ваши Возложите На Него Ибо Он Печётся О Вас Смирите Себя Потому Что Бог Гордым Противится А Смирённым Дает Благодать Но Я Просто Смирённый Маленький Человек Это Не Смирение Это Само Уничижение Вам Сказано Смириться Под Крепкую Руку Божью Возложив Все Свои Заботы На Него Заботы Означает Беспокойство Заботы Означает Страх Заботы Означает Сомнение Заботы Означает Неверие Заботы Это То Что В Писании Названо Тернием И Забота Этого Мира Входя Заглушая Слово Божье И Оно Становится Бесплодным Но Когда вы Практикуете Это И вы Учитесь И Учитесь Этому С Течением Времени Вы Оставляете Эти Заботы Возложенными На Господа Аминь И я Должен был Заботиться О том Чтобы Худая Молва И все Остальное Не беспокоили Меня Не так И я Не забочусь Вам И не Передать Насколько Я Не Забочусь Аминь Аллилуйя А дальше Становится Еще Интереснее Не Убоится Худой Молвы Вот что Это означает Когда Благословение Делает Вас Богатыми Сердце Его Твердо Уповая На Господа Утверждено Сердце Его Он Не Убоится Пока Не Увидит Любовь Божью На Своих Врагах Он Расточил Раздал Нищим Правда Или Праведность Его Пребывает Вовеки Рог Его Вознесется Во славе Нечестивый Увидит Это И будет Досадовать Заскрежеще Зубами Своими И И Истает Он Просто Исчезнет Желание Нечестивых Погибнет Итак Посмотрите На все Это Он Расточил Он Даятель Он Раздал Нищим Его Праведность Пребывает Почему Его Праведность Пребывает Во веки Потому что Она Основана На Слове Божьем Его Праведность Основана На Слове Божьем Она Не Базируется В мире Она Базируется В религии Она Не Базируется В чьих То Представлениях Она Не Базируется В политике Она Базируется В том Что Сказал Иисус Не Ищите Что Вам Носить Не Ищите Что Вам Одеть Или Где Вы Будете Жить Он Сказал Что Это То Что Делают Язычники Ну Конечно Это Единственный Способ Как Они Могут Это Получить Поэтому Они Ищут Все Это Все Что Они Получают Полно Печали Иисус Сказал Ищите Прежде Царства Божьего И Правды Или Праведности Его Его Пути Того Как Быть Правым Даже Когда Это Кажется Неправильным Аминь И Приучайте Себя Держаться Его Пути Зная Что Это Правильно Это Называется Надеяться Полагаться На Господа А Не На Своё Понимание Аминь И Тогда Вы Становитесь Все Сильнее Сильнее И Сильнее Потому Что Я Знаю Как В итоге Будет Мой Духовный Отец Орл Робертс Если Кто То И Знает Что Такое Гонение О Он Через Них Прошел И Однажды Он Улыбнулся Мне И Сказал Кеннет Если Они Не Убивают Тебя Они Сделают Тебя Сильным Аминь Почему? Он Знал Как В итоге Будет Как Как Бог Сказал Что Оно Будет Так В итоге И Будет Поэтому Просто Держитесь Этого И В итоге Все Будет Так Как Надо И Весь Ваш Дом Будет Оставаться Полным И По Писанию Это То Что Нужно Делать Вам Не Нужно Давать И Жертвовать Находясь Во Тьме Не Зная Что Говорит Об Слово Божье Поэтому Мы Просили Тита Чтобы Он Как Начал Так И Окончил У Вас И Это Доброе Дело 7 А Как Вы Забилуете Всем В 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 Изобиловали Верой Они Изобиловали Словом Изобиловали Знанием Изобиловали Усердием Изобиловали Своей Любовью К Нему И К Служению Той Церкви Так Изобилуйте Исею Добродетелью Или Благодатью И Теперь Давайте Перейдем К 9 Стиху И Посмотрим Что Это За Благодать И Вы Знаете Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Что Он Будучи Богат Обнищал Ради Вас Дабы Вы Обогатились Его Нищетой И Мы Уже Начали Разбирать Что Значит По Мнению Бога Быть Богатым Быть Богатым Значит Не Иметь Печали Всегда Иметь Достаток Делать То Что Вам Нужно Делать И Делать Это Имея Хорошую Крепкую Здоровую Семью И Хорошее Сильное Здоровое Будущее Аминь А теперь Обратитесь К 9 Главе Вы Готовы Вам Нужно Это Увидеть Бог Же Силен Обогатить Вас Всякою Благодатью Чтобы Вы Всегда О Это Сильное Слово Когда Я Впервые Это Увидел Я Прочитал Всегда Я Подумал То есть Все Время Всегда Всегда Значит Всегда В Библии Всегда Это Не Так Как Оно Когда Вы Слышите Это В церкви Всегда Да Но Вы Никогда Не Знаете Что Бог Собирается Делать Оно Будет Всегда Если Вы Будете Делать Это Божьим Путем Аминь Чтобы Вы Всегда И Во Всем Имея Всякое Довольство Были Богаты На Всякое Доброе Дело Как Написано Расточил Раздал Нищим Правда Или Праведность Его Пребывает В век Кто Блажен Или Благословлен Муж Боящийся Господа И Крепко Любящий Заповеди Его Его Слово И Его Путь Того Как Он Все Делает Разве Не Так Начинается 111 Псалом О Дальше Еще Лучше Дающий Ж Тот Кто Дает Там Не Сказано Обеспечивает Именно Так Я Многие Годы И Читал И Господь Однажды Наконец Исправил Мне И Сказал Почему Ты Не Поймешь Что Это означает Что О Он Дает Семя Сеющему Дающий Же Семя Сеющему И Хлеб В Пищу Подаст Обилие Посеянному Вами И Умножит Плоды Правды Или Праведности Вашей Я Должен Немного На этом Остановиться Послушайте Внимательно Он Дает Это Вы Меня Слышите Иисус Является Первосвященником Тела Христова Он Первосвященник Над Этой Системой О которой Мы Здесь Говорим Он Начальник Над Этим Мы Видели Как Он Ходил В этом Без Меры И Теперь Пришло Время Телу Христову Ходить В этом Без Меры Мы Там На уровне Духа Души Тела Финансов В социальном Политическом Плане На уровне Семьи Будущего Всего Что касается Жизни Человека Он Дает Это А как Он Что-либо Дает Он Дает Спасение Дает Не так Ли Разве Он Не Крестит В Духе Святом Это Он Не Так Ли Он Крестит И В Духе Святом Как Он Это Делает Нужно Ли Ему Спускаться Сюда И Возлагать Руки На Каждого Кто Крестится В Духе Святом Подождите Минутку Прежде Чем Торопиться Отвечаясь На Этот Вопрос Да Нужно Но Ваши Руки Являются Его Руками Он Должен Был Прийти Чтобы Обитать Здесь Не Говорите Мне Что Он Не Пришел Он На 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 Более 40 Лет 47 Лет Аминь Как Он Дает Как Он Служит Через Его Слово Мы Тело Тело Чего Хорошо Переведите Греческое Слово Христос Что Означает Слово Христос Помазание Чем По-вашему Является Помазание Это Проявление Главного Благословения Слава Божья В полноте Не Просто По частям Вам Приходится Изучать И узнавать Ее По частям Вы Вы Можете Узнать Все Целиком За Один Раз И Он Использует Тело Его Помазание Чтобы Служить Слово Служить Служитель В послании В послании К евреям Где Это все Объяснено Мы Обратимся К нему Как только Господь Нам Позволит Фактически Является Словом Изначающим Управление И оно Переведено Как Священник Есть Несколько Вариантов Его Перевода Оно Переведено Как Советник Есть Разные Варианты Оно Переведено Как Служитель Мы Говорим О Служениях И Служителе Но Мы Говорим О Первосвященстве Иисуса Поскольку Мы Берем Это Из Ветхого Завета И Мы Знаем Об Этому На примере Земного Священства Однако Фактически Там Было То же Самое Они Были Божьими Управляющими На Этой Земле Аминь Первосвященник Был Божьим Управляющим Завета Сила Божья Текла Через Него Или Текла Через Царя И Она По-прежнему Так И Течет Вы Цари И Священники И Это Звучит Странно Для Нас Иисус Первослужитель Но именно так оно и есть Это происходит от слова управление Тот, кто управляет Он Первослужитель Тела Христова Как на небе Так и на земле Итак Помните, на чем мы остановились? Семя Сеющему Он Он Дает Его Служа Хлеб В Пищу Он Дает Его Служа Умножение Посеянного Семени Он Дает Его Служа И Вы Являетесь Тем Служителем Которого Он планирует И имеет Глубокое Глубокое Желание Использовать В своем Царстве Чтобы Давать Служа Хлеб Что Он Он Силен Обогатить Вас Всякой Всей Благодатью Это включает в себя богатство Иисуса До того Как Он Пришел На Землю И Претерпел Нищету На Кресте Да Это то Кем Вы Являетесь Вы Семья Писание Говорит Что Вы Именуетесь От Него На Небесах И На Земле И Чуть Ли Не Все Тело Христова Годами Откладывало Это Богатство На Потом Когда Они Придут На Небо И Тому Есть Причина Основная Причина В том Что Дьявол Убьет Вас Религии Другая Причина В том Что Люди Пытались Ходить В этом Потерпели Поражение И Сказали Ну Наверное Бог Просто Не Хочет Чтобы У Меня Это Было Наверное Это Просто Не Его Воля А Когда Ж Его Воля В отношении Вас Изменилась Я Хочу У вас Кое Что Спросить Мы Говорим Здесь О Благодати Вы Заслужили Своё Спасение Если Вы Пытались Его Заслужить То Вы Его Не Получили Аминь Вы Заслужили Того Чтобы Быть Исполненными Духом Святым Нет Как Вы Это Получили Разве Это Не Было По Благодати Вы Заслужили Свою Веру Как Вы Ее Получили Мы Только Что Вы 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 Как Они Ее Получили Они Получили Ее По Благодати Аминь Что Заставило Вас Думать Что Вам Придется Заслужить Свои Деньги Подождите Минутку Прежде Чем Прийти В полный Восторг Я Не Сказал Что Вы Не Должны Работать Но Когда Вы Работать В Главном Благословении Тогда Главное Благословение Там Работает На Вас И Вы Трудитесь Прибывая В Покое Поскольку Сколько Бы Вам Там На Работе Не Платили Для Вас Это Ничего Не Значит Вы Работаете Там Только Лишь Потому Что Дух Святой Сказал Вам Пойти Туда Работать Почему Он Это Делает Почему Он Настолько Сильно Интересуется Тем Где Вы Работаете И Куда Вы Идете Я Не Собираюсь Идти Туда И Устраиваться На Одну Из Эти Работ Где Платят Минимальную Зарплату Это Не Работа Это Поручение Это Минимальная Зарплата Является Довольно Неплохим Семенем Но Нигде В Слове Божьем Не Говорится Что Вы Должны На Нее Жить Там Говорится Кто Крал Вперед Не Кради А Лучше Трудись Делая Своими Руками Полезное Что Было Из Чего Уделять Нуждающемуся Если Бог Сказал Он Отправиться Туда Брат Копланд Я Не Хочу Идти Туда И Переворачивать Гамбургеры Почему Ну Я Не знаю Ничего Это Ужасное Место И я Не хочу Туда Ити Это Плохой Район Мне Туда Не Хочется А Почему По-вашему Вы Были Посланы Вы Благословлены Вы Должны Идти Туда И Высвобождать Вы Должны Идти Туда И Благословить Кого То Вы Должны Идти Туда И Давать Вы Должны Идти Туда И Давать Взаймы Вы Должны Идти Туда И Говорить О Праведности И Ваше Семя Будет Сильным На Том Месте Возможно В итоге Вы Окажетесь Владельцем Того Вы приведете там всех к рождению свыше. Возможно, они все отвергнут вас и ничего не получат. И Бог скажет, я ценю то, что ты сделал, и я никогда-никогда не забуду то семя, которое ты посеял, помогая святым. Давай же, у меня для тебя есть другая работа. Все, что вам нужно научиться делать, это говорить «да». Куда мы на сей раз отправляемся? Понимаете, работой главного благословения было распространять Эдемский сад. И когда Бог его освобождает, именно это оно и делает. И оно никогда не предназначалось для того, чтобы делать что-то другое. Куда бы вы с ним ни шли, оно сразу же начнет изменять обстоятельства и превращать то место, где вы находитесь, в Эдемский сад. Но ваша работа и ваше усердие, ваше вера, ваше слово, все должно течь в главном благословении и не течь из вашей плоти. Я имею в виду, что вы должны быть там самым усердным работником, аминь. Потому что вы не зависите от этих шести, семи, восьми долларов в час, сколько бы там ни платили. Вы не зависите от этого. Нет. Бог позаботится о вас. Брат Коплант, как он обо мне позаботится? Я не знаю. Да. Я знаю, как. Я не знаю, кто. Он, служа, даст вам это. Если вам нужна пища, он даст вам пищу. Если вам нужно семя, он даст вам ваше семя. Когда придет время умножить ваше семя, он умножит его. И это не имеет никакого отношения к Макдональдсу или к чему бы... или кому бы то ни было в этом мировом порядке. Оно не основывается на этом. Возможно, вам там все будет казаться несколько диким и трудным. Но вы просто оставайтесь там, где вам поручено быть. Просто продолжайте делать то, что вы были призваны делать. С улыбкой на лице и любя всех. Они могут обзывать вас всевозможными словами, а вы просто продолжайте улыбаться, и каждое утро, приходя на работу, говорить «Доброе утро, Марк!» Аминь. Аминь. И просто продолжайте двигаться вперед, поскольку ваша цель не уподобится им. Вы не должны заботиться. Вы там для того, чтобы принести туда благословение Божье и избавиться от проклятия, и убрать оттуда печаль. Аминь. И оно начинает получать поддержку. Оно начинает работать. Хвала Господу. И вокруг вас начинает что-то происходить. Люди начинают благословлять вас, даже не зная почему. И есть те, это то, где мы сейчас, есть люди, которым Бог может проговорить и сказать, «Послушай, я хочу, чтобы ты пошел в такое-то место. У меня там есть человек, выполняющий мое поручение, который верит мне о конкретном семени. Я хочу, чтобы ты пошел туда и взял семя в тысячу долларов, и я хочу, чтобы ты взял с собой благословение в тысячу долларов. Аминь». Это происходит с вами в течение нескольких лет. И вы приходите к тому, что никакие плохие известия не могут вас особо поколебать. Аминь. Это просто нисколько вас не пугает. Почему? С одной стороны, потому что вы усердны, и неважно, в чем они обвиняют вас, в средствах массовой информации или где-то еще. Если вы правильно делали свою работу, и на протяжении сорока лет все ваши финансовые отчеты безупречны, и вы усердны перед Господом, вам не нужно заботиться и беспокоиться. Аминь. Наши финансовые отчеты не являются тайной, но содержат конфиденциальную информацию. Поэтому я не собираюсь показывать их первому встречному, только потому, что он любопытный человек. Поступая так, я пользуюсь своим конституционным правом, которое есть и у вас. Мы поступаем по закону, поэтому нам не страшны любые проверки. Аминь. Я знаю, что у нас чистая бухгалтерия. Я знаю, что мы проходили аудиторскую проверку из года в год, из года в год, из года в год. Я знаю. Мне не нужно читать, что говорит кто-то другой, и потом начинает потеть из-за того, что они думают. Знаете, что я думаю о том, что они думают? Ничего. Это не моя работа. Разве вас не заботит, брат Копланд, во что они в отношении вас верят? Нет. Это не является моим поручением заставлять их верить во что-то хорошее в отношении меня. Мое поручение – это проповедовать вам из Библии, так, чтобы вы могли верить во что-то хорошее в отношении Бога, могли верить во что-то хорошее в отношении Иисуса, могли верить во что-то хорошее из этой книги, И чтобы сила и любовь Божия пришли в вашу жизнь так, чтобы вы начали жить таким образом. Слава Богу. Да, об этом я забочусь. Вот что меня заботит. И это единственная забота, которая у меня есть. Аминь. Слава Богу. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Это то, о чем мы поговорим завтра. И вы будете рады, что приехали сюда. Поэтому не пропустите ни одного собрания. Встаньте сейчас, пожалуйста, скажите громко. Скажите, я благословлен. Я благословлен. Благословение работает во мне сейчас. Благословение спасения. Благословение Духа Святого. Благословение веры. Благословение всех даров Духа. И все, что есть у Бога, находится в этом благословении. Я искуплен от проклятия. Иисус был сделан проклятием за меня. Дабы благословение Авраама распространилось на меня и на всех нас, чтобы мы могли получить обещание Духа. Я принимаю его. Я благословлен. Мой дом благословлен. Все, что у меня есть, благословлено. Главное благословение работает. Я благословлен при выходе. Я благословлен при входе. Моя семья благословлена. Семь моего поколения благословлено. Отец, мы прославляем Тебя сегодня за Твое Слово. Мы благодарим Тебя. Мы приходим перед Ним с ожиданием. Откройте свое сердце и разум. Откройте все свое сердце и разум, чтобы получить откровение с небес. Открытое знание. Знание, которое приходит напрямую от Духа Святого в ваш Дух. И затем наполняет и просвещает ваш разум. Отец, мы принимаем его. И мы благодарим Тебя за него. Поэтому помоги нам, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Вы готовы сегодня обратиться к Слову Божьему? Давайте сделаем небольшой обзор. И давайте первым делом прочитаем наши места Писания, которые мы читали в прошлый раз. Притчи, 10 глава, 22 стих. Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Благословение Господне, оно обогащает. И печали с собой не приносит. Затем давайте прочитаем 72-й Псалом, 12 стих. И вот, или посмотрите, эти нечестивые благоденствуют в веке сём. умножают богатство. И как мы уже изучали и говорили в прошлый раз, и как мы ещё увидим, возможно, немного даже на этом собрании, но мы обязательно ещё поговорим об этом. Под словами в веки сём подразумевается не земля. Здесь идёт речь об этой вавилонской системе коммерции, торговле. Понимаете, здесь не говорится о земле, здесь ничего не говорится о географическом положении. Здесь говорится о деньгах, богатстве и тех вещах, которые, по мнению этого мира, идут с этим рука об руку. По мнению этого мира, иметь много денег и какое-то политическое влияние или использовать деньги для того, чтобы добиться влияния и так далее, это вершина слова «процветание». Хотя в действительности это самая низкая форма власти и силы, которая существует. Деньги являются самой низкой формой власти и силы на земле. Вы слышали, что я сказал? Деньги не могут ничего сотворить. Деньги бесполезны, абсолютно совершенно бесполезны, пока они не обращены в товары и услуги, во что-то, что вы можете использовать. Поэтому сила через Слово Божье реализует высшую силу на земле. Почему оно так? Потому что наше призвание молиться и наше обетование, как мы вскоре увидим по мере того, как Господь будет вести нас к этому, наше обетование, все, чего не будете просить, веря, вы получите. Эти сильные обетования молитвы, и та молитвенная система, которую установил для нас Бог, гарантирующая нам результаты, является частью главного благословения. Вы это видите? Поэтому молитва и все, что она реализует в главном благословении, является самой сильной вещью на земле. Потому что это ваша связь со всемогущим, и это ваше вхождение в это место покоя, которое у нас есть внутри самого главного благословения. Итак, вот эти нечестивые процветают, умножая богатство в веки сем в этом мире. Хорошо. Если нечестивые процветают в мире и умножают богатство, тогда как же процветают праведные? в Боге. В Боге. Аминь. Мы процветаем в Боге. Так что здесь есть большая разница. Благословение Господне. Оно обогащает, делает богатым. Итак, вот с одной стороны благословение Господне, а с другой умножение или процветание в этом мире. Нечестивые держатся этого пути, а благословленные вот этого пути. Проблема в том, что церковь преимущественно пытается получить свое благословение из этого мира и принесла этот мир в церковь. Но так это не будет работать. Аминь. Поэтому давайте выясним, что значит быть богатым. Давайте дадим этому определение. Обратимся к 111-му псалму. Мы прочитаем это. Мы не будем долго на нем останавливаться. Мы разобрали его на прошлом служении. 111-й псалом. Аллилуйя. Блажен или благословлен. Видите? Божье определение людей, которые процветают в нем, начинается со слова благословение. Итак, проведите связь. Всегда проводите связь. Мы говорим о богатом человеке. Мы говорим о библейском определении благочестивого богатого. Ну, брат Коплант, я думал, что любовь к деньгам была корнем всех зол. Да, Писание так и говорит. Оно не говорит, что деньги были корнем всех зол. Оно говорит, что любовь к ним корень всех зол. И посмотрите дальше. Блажен или благословлен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Здесь сказано, что он любит его заповеди. Он любит не деньги, а его заповеди. Это большая разница. Сильно будет на земле семя его. Род правых благословится. Обилие и богатство в доме его. И правда или праведность его пребывает вовек. «Во тьме восходит свет правым». Это часть главного благословения. Благ он и милосерд. Это часть главного благословения. И он праведен. Добрый человек милует. Кто такой добрый человек? Добрый человек — это человек веры, поскольку без веры угодить Богу невозможно. Неважно, как хороши вы в этом мире. Аминь. Добрый человек милует. Он даст твердость словам своим на суде. Человек, который дает взаймы, и который полон благоволения и благодати, и движим состраданием, будет здраво рассуждать, когда на него обрушится гонение. Он не принимает решения с целью мести. Он слушает Бога и принимает хорошее решение. Его решения не основаны на деньгах. Его решения основаны на главном благословении и помазании. Если вы принимаете все свои решения на основании денег, тогда вы будете неправы в 98% случаев, а в 2% случаев вправы. Но вы никогда не будете знать разницу. Но, однако, если вы принимаете свои решения на основании защиты помазания, защиты и храня себя в главном благословении, самое ценное, что вы могли получить, и вы храните себя в заповеди Божьей, храните себя в вере, храните себя в Слове Божьем и принимаете свои решения на основании помазания, вы будете правы в 98% случаев. А в тех 2% случаев, в которых вы не будете правы, благодать поможет вам. Аминь. Безусловно. Итак. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Бог постоянно помнит о вас, когда вы ходите в этих вещах. Понимаете? Человек, который ходит во грехе, и так далее, знаете, звучит много молитв. Много, которые молитвами вообще не являются. Я спросил однажды у Господа, что ты делаешь со всем тем неверием, которое на тебя вываливается? Он спросил, каким неверием? Я сказал, каким неверием? Всеми этими так называемыми христианскими молитвами. О, Боже, я так устал, я так слаб, я не знаю, почему это пришло, почему ты навел это на меня. О, помоги мне, помоги мне, помоги мне, Боже. Это не молитва. Это убьет вас. О, Боже. Я прошу тебя опустить моего сына на такое дно, чтобы все, куда он мог смотреть, это только вверх. Это сотрет вашу семью с лица земли. И во всем обвинят Бога. Я спросил, что ты со всем этим делаешь? Он переспросил, какими молитвами? Я ответил, ты знаешь, какими молитвами? Он сказал, нет, я этого не слышу. Это не молитвы. Я слышу все молитвы, но это не молитвы. Это упражнение в духовной глупости. Это осквернение крови Иисуса и оскорбление в адрес креста. Итак, не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда или праведность его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Праведные люди не должны ничего иметь. Это мое! Откуда вы это взяли? Вы, должно быть, повторяете своего отца дьявола, чтобы так говорить. Понимаете, Иисус сказал, говоря о религиозных людях, и он говорил о фарисеях. Он сказал, их отец дьявол. Они убивают, как он. И они говорят, как он. Это то, что говорит дьявол. Божьи люди не должны ничего иметь. Это мое! Вор ничем не владеет. Если у него и будет какой-то документ на право владения чем-то, то это будет поддельный документ. Он ничем не владеет. То, что он получил, он получил от Адама. И Иисус забрал у него это. У него на этой земле ничего нет. Слава Богу! Аллилуйя! Если бы мы даже сейчас пошли домой, мы были бы благословлены. Не так ли? Но мы еще не идем сейчас домой. Если вы прямо сейчас отправитесь домой, вы пропустите кое-что очень важное. Давайте сейчас обратимся ко второму посланию Коринфянам и посмотрим, как апостол Павел прокомментировал это же местописание. Второе Коринфянам, восьмая глава. «А как вы изобилуете всем верою и словом и познанием и всяким усердием и любовью вашей к нам, так изобилуете и сей добродетелью или благодатью». Итак, благодаря благодати они изобиловали верой. Это была благодать Божья в главном благословении, которое позволило им и дало им власть использовать и ходить верой и научило их вере. Аминь. Это как и со всем остальным. По благодати у нас есть помазание учить и помазание принимать. Именно так мы и научились тому, как ходить верой. И благодать изобиловала по отношению к ним во всех этих разных вещах. «Так изобилуйте и сей добродетелью или благодатью». Девятый стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». А теперь обратитесь к девятой главе. Помните, Павел учил церковь в Каринфе. Это было учение о пожертвованиях. Это вылилось из разговора о сборе пожертвований. Он говорил о деньгах, обилии и богатстве, когда говорил об этом с теми людьми. Восьмой стих. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью». Скажите, «всякой благодатью». Обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело. Это новозаветное описание обилие и богатство. Это благословленный человек нового завета. Благословлен человек, крепко любящий заповеди его. Это никуда не уходит. Это часть этого. Мы знаем, что это то же самое местописание, поскольку он сказал в 9 стихе, как написано, расточил, раздал нищим, правда или праведность его пребывает в век. Это стих из 111 псалма. Итак, наша заповедь это заповедь любви. Главное благословение зависит от любви, поскольку оно зависит от веры. Вера является связующим звеном с помазанием, благословением. Итак, вера зависит от любви. Вера действует любовью, поэтому человек крепко любящий, что значит, что вы крепко любите заповеди. Это значит, что заповеди стоят на первом плане вашего мышления, на переднем плане вашего мышления. Это то, что вы любите, и именно в размышлении об этом вы проводите большую часть своего времени. Апостол Петр писал тело Христову в Слове Божьем. Во втором послании Петра следующее. Я пишу вам это по определенной причине. И вот что он сказал. Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Или, как сказано в одном из переводов Библии, вашу память. Вы понимаете? Память. Чтобы вы помнили заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. В этом-то и проблема. Проблема не в том, что люди не знают. Проблема в том, что вы не думаете о том, что мы должны веровать во имя Иисуса и любить друг друга, как Он заповедал нам. Это заповедь. Третья глава первого Иоанна, начиная с 21 стиха. Это его заповедь. Как Он заповедал? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей всем разумением твоим и крепостью и ближнего твоего как самого себя. Итак, это наша заповедь. Все в теле Христовом это знают. Возможно, они не осознают, что веровать во имя Сына и его Иисуса является частью этой заповеди, но оно является ее частью, поскольку вы не можете делать другую часть, не веря во имя Иисуса. Но все знают, что они должны любить друг друга и никто этого не делает. Почему? Это возвращает нас сюда. Вы об этом не помните. Когда вы даете обещание Богу всемогущему, совершая хлебопреломление, и вы заключаете завет с Богом, я собираюсь быть хорошим управляющим заповеди любви, поэтому, Господь, помоги мне. Тогда это выходит на передний план вашего мышления. И от этого зависит главное благословение. Аминь. Аллилуйя. И Он силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, могли продолжать быть щедрыми на всякое доброе дело. Всякое доброе дело. И давайте поговорим о всякой всей благодати, обогащающей вас. изобилующее по отношению к вам. Вот вы сталкиваетесь с чем-то, чего вы не знаете. Что я буду с этим делать? И вы остаетесь уверенными в том, что есть благодать, которая покроет это. Но помните, Павел сказал, что как вы изобилуете теми другими благодатями, вам нужно также изобиловать и этой, а как я узнаю, какой из них изобиловать, если я о ней не знаю? Вы хотели бы узнать, что вы мне за это дадите? Нет, нет. Приступайте смело к престолу благодати, чтобы получить милость. А почему вам в первую очередь нужна милость? Потому что в какой бы проблеме вы не находились, вы послужили причиной для нее. Это был ваш выбор. Либо из-за недостатка знания, либо так или иначе это было плохое решение. Ответ на вопрос, почему плохие вещи происходят с хорошими людьми. Потому что хорошие люди делают плохой выбор. По неведению или почему-то еще. Многие люди не знали, что пончики убивали их. Но пришло знание этого. И когда вы начали узнавать это, тогда вы начали осознавать, что вы пристрастились к сахару. И чем больше вы изучаете это, чем больше вы оказываетесь вовлеченными в это, и чем больше вы изучаете Слово Божие в отношении этого, вы приходите к тому, что этот пончик, вы можете надеть этот пончик на бутылку виски. Я не прикасаюсь ни эту информацию. Раньше я весил 118 килограмм, а теперь вешу 72. 118 килограмм это был самый большой вес, который я когда-либо набирал. А сейчас я вешу, да, извините, сегодня утром я весил 72,5 килограмма. И у меня хорошее здоровье. Мне 72 года, и во многих отношениях я сильнее, чем когда-либо был. Аминь. Поэтому, что бы там ни было, есть благодать, которой вам нужно изобиловать. Ну, брат Коплан, причиной для этого послужил не я, а моя жена. Ну, вы же ее выбрали, не так ли? Никогда не возлагайте вину за проблемы в вашей жизни на кого-то другого. Вы меня слышите? Я сказал, никогда. Вы будете погружаться в них еще глубже, вместо того, чтобы выбраться из них. Да, но, брат Коплан, моя жена нисколько обо мне не заботится. Это не ваше дело. Это между ней и Богом. Ваше дело заботиться о ней и любить ее так, как вы любите Господа Бога. Так говорит Писание. Поэтому вам нужна милость. Вам нужна милость за то, что вы послужили причиной этой неразберихи и делали неправильный выбор. А затем вам нужна милость за то, что вы обвинили в этом свою жену. Почему? Почему мне в первую очередь нужна милость? Получить милость и обрести благодать для помощи. Какую вы ищете благодать? Ту, о которой вы не знаете, как ее получить и исправить все, что неправильно. Обрести благодать для помощи в момент нужды. Не знаю, осознаете вы это или нет, но я только что дал вам ключ от банка. Прямо сейчас. От каждого банка. От банка исцеления. Банка здоровья. От банка денег. От банка всего, в чем вы нуждаетесь. Поскольку по благодати ваш небесный отец дал вам ключи царства. Вы упустили сейчас момент, чтобы возликовать. Слава Богу. Аминь. Знаете, у сторожей есть ключ от банка, но только у главного начальника есть ключ от хранилища. Аминь. И мой Отец Небесный владеет банком и хранилищем. И у нас есть весь набор ключей. Аллилуйя Богу вовеки. Давайте вернемся к книге бытия. Мы собираемся отправиться в удивительное место в главном благословении. Я хочу, чтобы вы обратили внимание здесь во второй главе книги бытия. Так совершены небо и земля и все воинство их. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». А как он совершал дела? Сотворил ли он землю, работая для этого? Нет. Он высвободил это с помощью слов. И послушайте. «Ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бог почил не потому, что он устал. Он почил, потому, что он закончил. «А каково последнее дело?» Вернитесь к первой главе, к двадцать восьмому и двадцать девятому стихам. «И он благословил их и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным пресмыкающимся по земле». Это завершило его работу. Итак, что он здесь сделал? Я прочитаю это вам именно так, как ко мне пришло слово от Господа, потому, что я его записал. Последним, что он сделал перед тем, как почить, было главное благословение, чтобы поддерживать все творение и ту жизнь, которую оно обеспечило во веки. Он никогда бы снова не работал, если бы только сам не захотел поработать. Аминь. Но затем дьявол обокрал Адама. Главное благословение превратилось в проклятие. Бог сразу же взялся за работу, чтобы вернуть это благословение, вернуть его обратно. и главное благословение может делать все, что может делать Бог. И мы в свое время уже говорили о том, что в притчах 10.22 о благословении говорится как о нем, как о чем-то одушевленном. то же самое в 4 главе послания к евреям, где о слове Божьем говорится как о нем, как о чем-то одушевленном. Я покажу вам это позже. И как я уже говорил, это было чисто благодатью, просто полным состраданием желанием в сердце Бога вернуть это благословение и пройти через все, через что он прошел, чтобы вернуть его нам. И не просто вернуть его нам, но сделать его доступным всем народам земли. Итак, управление главным благословением сейчас в руках Иисуса. Давайте обратимся к самой первой главе послания к евреям. Я подожду, пока вы ее откроете. Если у вас нет Библии, я хочу, чтобы вы следили по Библии того, кто сидит рядом с вами. Вам нужно, чтобы эти места Писания были сегодня у вас перед глазами. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, «В последние дни си говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». И вы помните, мы являемся сонаследниками со Христом, через которого и веки сотворил сей будучи сияния славы и образ. У нас, в Техасе, мы бы сказали так, «вылитый портрет», а если перевести дословно, «плюющее изображение». Это выражение, «плюющее изображение» на английском языке первоначально состояло из двух слов, «дух» и «образ». А «плюющее изображение» для меня это все равно, что «пс, и вот он». Нет, 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 нет. Все было не так. Но я никогда в действительности не задумывался об этом, пока не начал изучать это из Писания. Все просто так говорили. Это было одним из глупых выражений, которые мы говорили. Но изначально оно таким не было. Сначала это был дух и образ. Адам был духом и образом Бога. Аллилуйя. И держа, скажите, держа, все, все словом силы своей. Вы заметили, что здесь не говорится словами, словом, словом силы своей. Ну, брат, Коплин, речь идет об этой книге, да. Но чем является эта книга? Это слово Божье. Все слова в этой книге имеют отношение к плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Чем? Моей славой. Наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над ней. Понимаете, это было совершенной волей небес для всего человечества во все времена. Поэтому с того момента все имело отношение к возврату этого. Вы можете это видеть? Все служение Иисуса имело отношение к возврату этого. Итак, что говорят все эти шестьдесят шесть книг? Владитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Владычествуйте над землей, а обладайте ею. У вас есть власть над всем на ней. Аминь. Это само по себе является мощным откровением. Это сила, которой он держит все. Именно поэтому это венец жизни обещанный тем, который является наследниками спасения. Человек, который переносит искушение, использует свое право венца. Это не что-то, что вы получаете, когда попадаете на небо. Это не какая-то маленькая безделушка, которая возлагает вам на голову. Нет, нет, нет. Благодарение Богу за небеса. Когда вы туда придете, у вас, возможно, будет венец на каждый день недели на протяжении вечности. Благодарение Богу за чудесное будущее, но я говорю о том, что работает в этом испорченном здесь и сейчас. Аминь. Мы цари и священники, сонаследники. Вы хотите быть поддерживаемы? Встаньте на слово. Какое слово? Главное благословение. Что это за слово, которое сопровождает главное благословение? Это заповедь главного благословения. Веровать во имя Сына Его Иисуса и любить друг друга, как Он заповедал. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и крепостью и ближнего твоего, как самого себя. Именно поэтому Иисус ни разу не согрешил. Он взял все заповеди закона и свел их к тому, что я вам только что процитировал. И Он ходил в главном благословении без меры. Я хочу вам кое-что сказать. Я на этом сегодня и закончу. А завтра мы продолжим. Позвольте мне вам кое-что проиллюстрировать. Если я хочу стать часовщиком, я начинаю учиться. Эти часы... У меня нет ни малейшего представления о том, сколько в них частей. Это хронограф. У них есть три разных циферблата, помимо основного. Тут три стрелки. Здесь есть много всего. Мне нужно будет изучить головку часов. Мне нужно будет изучить часовую стрелку, минутную стрелку. Мне нужно будет изучить вот эти все остальные маленькие стрелки. Мне придется узнать о кварце. Мне придется узнать о циферблате. Мне придется узнать о корпусе. Мне придется узнать о ходовой пружине. В данном случае это самозаводящиеся часы Мне придется узнать о балансире или о том, что заставляет эти часы самозаводиться И обо всем остальном Я должен буду все это знать Я не только должен буду все это знать Я по-прежнему не часовщик до тех пор, пока я не узнаю, что с этим делать Я не буду практиковаться, 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 аминь Видите вот эту головку часов? Это не часы Извините Уберите, пожалуйста, ноги Видите это здесь? Это не часы Видите этот циферблат? Это не часы Кварц? Это не часы Корпус? Это не часы Ремешок? Это не часы Здесь нет ни одного механизма, который был бы часами Вы должны соединить все это вместе, и тогда они становятся часами И послушайте, послушайте Мы еще не закончили Главной и первоочередной работой Главного благословения Было Расширять Эдемский сад Это его работа Наполнять землю Тогда не было никакого проклятия Наполнять землю Человек должен был использовать ту же самую силу С помощью которой Бог сотворил землю Чтобы благословлять всю землю до тех пор Пока вся земля не стала бы Эдемским садом И по мере того, как росла его семья Должен был расти и этот сад Бог решил завести семью И у него уже было замечательное место для жизни Но он решил расшириться Потому что собирался создать большую семью И он сотворил триллионы ангелов Только лишь для того, чтобы они служили человеку Аминь Лишь некоторые из них служат ему Те ангелы, которые служат ему, находятся в тронном зале Забудьте про лестницу Якова Это было в Ветхом Завете, но не сейчас Понимаете, когда Адам пал Две трети ангелов ушло А те, которые остались То есть, треть ангелов отпала А две трети их осталось с Богом И те, которые отпали Обречены навечно И на что это? На что это нам указывает? Писание говорит прямо здесь В послании к евреям Что ангелы Божьи Разве они не являются служебными духами Посылаемыми на служение для тех Которые являются наследниками спасения Понимаете, по крайней мере Две трети их посланы служить нам И в тот день, когда пришел Дух Святой С ним пришли и все эти ангелы Во времена Ветхого Завета Они ходили туда-сюда по Божьему повелению Только тогда Когда у них была возможность Но под командованием Иисуса Иисус является главнокомандующим Воинства Небесного И они пришли в день Пятидесятницы С Духом Святым И снова наполнили эту атмосферу Именно это они и слышали Как несущийся сильный ветер Там не говорится, что это был Несущийся сильный ветер Сказано, что по звуку Оно напоминало его Помни об этом Подумайте вместе со мной вот о чем Слово Держа все словом силы своей Благословлены Размножайтесь Наполняйте землю Наполняйте землю Обладайте ею Должно было быть что-то Чем можно было обладать И мы знаем В каком состоянии была эта земля Когда Адаму пришлось уйти из сада И он столкнулся С жесткими условиями Когда вышел из Эдемского сада И он пытался трудиться В поте лица И не мог Земля не подчинялась ему И Бог вмешался И изменил это для Ноя И запретил Этому проклятию Которым была проклята земля Итак, послушайте Это благословение предназначено Для того, чтобы воспроизводить Эдемский сад Именно это оно и делает Оно здесь только для этой цели Именно это оно и делает Вы высвобождаете его И оно начинает Что? Оно начинает вытеснять все Что не соответствует Эдемскому саду Была ли в Эдемском саду Какая-либо смерть? Нет Значит Спасение По благодати Является частью Главного благословения Может это головка часов Вы начинаете это понимать Не так ли? Была ли в Эдемском саду Какая-либо немощь И болезнь? Нет Нет Значит Божественное исцеление Является частью Главного благословения Это не просто Какое-то благословение Это часть Главного благословения Была ли в Эдемском саду Какая-либо нищета? Нет Нет Значит Процветание в Боге Как мы сегодня читали Является частью Главного Благословения И мы могли бы продолжать Дары Духа Была ли какая-либо нужда В дарах Духа Святого Для того, чтобы приносить Дары исцеления И все остальное Нет Значит Служение Духа Святого Является частью Главного Благословения Аминь Вся эта книга Понимаете Я дал вам сейчас Основание для этого Все в этой книге Со второй главы Бытия Является частью Главного благословения Аминь Соедините все это вместе И это главное благословение Нам пришлось изучать это По отдельным составляющим И мы узнавали И практиковали Практиковали И узнавали Узнавали И практиковали Последние 50 лет Я живу этим 42 года Но оно всегда здесь было Это начал не брат Хегин Это начал не я Оно всегда здесь было Но до 20 века Второй его половины Оно никогда не было Явлением И откровением Охватывающим Все тело Христова Оно прерывалось Двумя мировыми войнами И многими другими вещами Которые были вызваны Сатаной Пытавшимся остановить это Излияние Духа Святого По сути Начавшееся В середине 19 века А затем был большой Его взрыв В первые годы 20 века Азуза-стрит Затем позже В Канзасе И в других местах На протяжении последних 50 лет Мы находились под Божьим служением восстановления Пора собрать часы Пора соединить все это вместе Что в данном случае Является Этими Часами Что вы получаете Когда соединяете Все это вместе Эдемский сад Это его первоочередная работа Первоочередная работа Главного благословения Удалить это проклятие Итак, в чем разница? И я по-прежнему заканчиваю Хорошо Вот где мы здесь Позвольте у вас спросить Из даров Духа Мы, например, узнали Что есть проявление Духа Святого Чудотворения Верно? И также в этом списке даров Есть Дары исцелений Ясно, что Исцеление и чудеса Это две разные вещи Да, мы знаем, что они работают Рука об руку И в большинстве случаев Вы не можете отличить Одно от второго Если только Бог вам не скажет Или же, если вы действительно Достаточно об этом знаете Так что Можете распознать И некоторые люди говорят Так в чем же разница? Я беру и одно, и второе Что ж Я скажу вам, в чем тут разница Позвольте привести вам пример Допустим, кому-то отрезало палец Все, пальца нет Что ж Ему не нужно исцеление Ему нужен палец Ну, брат Коплант Мне это кажется Чем-то из сферы исцеления Я знаю Я только что это сказал Как насчет Иисуса Служившего Хромому? Как насчет того прокаженного? Понимаете, Лука был врачом В двух Евангелиях сказано Что у него была проказа Лука писал, что тот человек был весь в проказе Другими словами У него была последняя стадия проказы И когда они пошли Они очистились Вы помните это? Их было десять И когда они пошли Они очистились Но только один из них развернулся Вернулся и воздал за это славу Богу И Писание говорит, что он был сделан целостным Остальные очистились Они очистились В их теле больше не было проказа Но если проказа лишила их руки Им по-прежнему нужна была рука Если она лишила их уха Им по-прежнему нужно было ухо Понимаете? Болезнь не скалечила их Но тот один вернулся И прославил Бога И у него снова было две руки Два уха, два глаза Он ушел оттуда целостным человеком И по мере того, как мы учились Соединять все это вместе Вы слышали мое свидетельство О том диске, который разорвался у меня в спине Моя спина была не в лучшем состоянии Еще до того, как разорвался тот диск У меня уже были с ней проблемы Я не знал, что с ней такое было И когда разорвался тот диск О, я думал, что я испытывал боль раньше В меня стреляли Меня резали Сбивали машины Меня легали лошади и мулы Меня били Я много раз испытывал боль Я получал травмы Играя в футбол Были времена, когда у меня даже волосы на голове болели Но пока у меня не разорвался тот диск Я понял, что я на самом деле Никогда еще не испытывал боли Боже мой Это просто настолько парализует ваш мозг Что вы сидите, пытаясь понять О чем вам молиться И посреди всего этого Что мне было нужно? Мне нужно было исцеление? Мне нужно было чудо? Нужно ли мне было просто утешение от Духа Святого? Радоваться? Потому что я иду на небо? Я иду на небо с этим или без этого? Поэтому я не перестал радоваться по этому поводу Я проснулся посреди ночи Говоря это Я говорил это во сне И я разбудил себя Я громко говорил это во сне И у меня есть рабочий договор с Духом Святым Насчет моих ночных часов И вот я проснулся Говоря Главное благословение работает во мне Главное благословение работает во мне Благодарение Богу Мне принадлежит благословение Авраама Главное благословение работает во мне Принося исцеление Совершая чудеса Принося восстановление Благодарение Богу Моя юность обновляется подобно орлу На основании 102-го псалма Я не убоюсь худой молвы Слава Богу Понимаете, все это включено в главное благословение Для того, чтобы узнать, который час Я не беру пружины от часов, я беру часы Все это работающее вместе И это то, где мы сейчас Давайте поднимем руки и воздадим Господу хвалу и поклонения И просто благословим Его имя Благослови душа моя Господа Благослови Господа Благослови Господа Аллилуйя Скажите громко, я благословлен Главное благословение работает во мне сейчас Во мне пребывает больше, чем достаточно Силы Чтобы благословить всю землю И я решительно настроен делать свою часть работы Что ж, еще раз воздайте Господу хвалу Аллилуйя Аллилуйя И сделайте то же самое, что вы делали на прошлом собрании Повернитесь как минимум к трем разным людям и скажите Я благословляю вас во имя Иисуса Аминь Аминь Давайте снова откроем наши Библии на 10 главе книги Притч Аминь Аллилуйя 22 стих Благословение Господне Оно Обогащает Обратите внимание вот на что Благословение Господне Оно Оно, то есть благословение Господне Благословение Господне Оно Оно Обогащает И оно печали с собой не приносит Заметьте Обогащает Или делает богатым Благословение Не богатство делает вас благословленными Вы это понимаете? Скажите громко Я благословлен не потому Что я богат Я богат Потому что я благословлен И прежде чем мы пойдем дальше Я хочу повторить Что Иисус сказал о Ищите прежде Царство Божье И это все приложится вам Он сказал Что вы заботитесь И почему вы тратите все свое время Думая о том Что вам одеть Что вы будете есть И где вы будете жить Это мой перевод Но вы понимаете О чем я здесь говорю И вы можете понять О чем он говорит Он сказал Что это то Что делают язычники Хорошо Итак Послушайте Это важная информация Потому что это то С помощью чего Вы должны обновлять свой разум И это то В отношении чего Ваш разум Должен быть обновлен Именно там мы пытаемся Двигаться сейчас С Духи Божьим А именно Язычник это Не Не еврей Так было во времена Ветхого Завета Слово язычник Означает Без Бога Писание говорит В послании к Ефесянам Помните Что вы некогда Были язычниками А теперь Во Христе Иисусе Поэтому теперь Вы можете видеть О чем он говорит Он говорит Об этой языческой Вавилонской Системе торговли Которая охватила С собой весь мир Где вы должны Тяжело трудиться Чтобы заработать На жизнь Итак Помните об этом У язычника Сложилось Такое представление Что он может быть Благословлен Только тогда Когда у него Есть деньги Именно это Делает его Уязвимым Так что он готов За деньги Сделать все Что угодно Потому что он Сотворен Богом Так или иначе Знать что он Он должен быть Благословлен Он даже не знает Почему оно так Вы осознаете Что все человечество Знает Что оно должно Размножаться Что оно должно Жить лучше Что оно должно Иметь избыток Вы когда-либо Это замечали Иметь избыток Это не проблема Проблема в том Как вы его получаете Иисус сказал Я пришел для того Чтобы вы имели жизнь И имели ее С избытком Давайте это усвоим Скажите это еще раз Я благословлен Не потому что Я богат Я богат Потому что Я благословлен Я благословлен Не потому что Я исцелен Я исцелен Потому что Я благословлен Понимаете Вы получили Главное благословение До того Как получили исцеление Потому что Именно главное благословение и исцелило вас. Исцеление было в главном благословении. Вы ухватываетесь за это, не так ли? Я могу это видеть. Я могу это видеть. Некоторые из вас сидели и думали, и вдруг, о, Миртл, ты это поняла? А Миртл отвечает, я поняла это еще три дня назад, где ты был? Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Благословение Господнее. Оно делает богатым и печали с собой не приносит. Откуда приходит печаль в богатстве? Откуда приходит это огорчение? Что ж, Господь продолжает работать со мной в отношении этого, и Он спланировал это лучше меня, поэтому я собираюсь показать это вам. Я хочу, чтобы вы снова обратились к книге Бытия. Давайте откроем третью главу, семнадцатый стих. Адаму же Бог сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля». Вы это видите? Проклята земля за тебя. Или проклята земля из-за тебя. И обратите особое внимание, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Возможно, здесь вам стоит для себя это как-то отметить. Разве Писание не говорит, что Иисус взял на себя наши скорби и понес наши печали? Он был сделан грехом за нас, поэтому все, что пришло с проклятием, Он взял это на себя. Поэтому вы можете видеть, что мы искуплены от этого. Разве не так? Хорошо, давайте прочитаем дальше. Потому что нам нужно кое-что увидеть. «Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой». Другими словами, тебе придется работать, чтобы заработать на жизнь. И обратите внимание на девятнадцатый стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». «В поте лица ты будешь зарабатывать каждую копейку». Почему? Почему это было таким потрясением? Почему это было таким проклятием? Почему он должен был тяжело трудиться, чтобы заработать на жизнь? Адам должен был работать и раньше. Он должен был возделывать Эдемский сад. Он должен был делать все эти вещи. Но не в поте лица. Главное, благословение работало в нем и на нем. И его слова обладали такой же силой, что и слова Бога. Он был человеком веры. Аминь. Увенчанный Божьей славой. Итак, почему это было таким потрясением? Во-первых, возможно, Адам не знал, что такое пот. Пот? Но он узнал, что это такое, когда покинул Эдемский сад. Возделывать эту землю было все равно, что возделывать цемент. А он в любом случае ничего о сельском хозяйстве не знал. Адам должен был тяжело трудиться, поскольку у него не было благословения. И теперь он пытался получить свое благословение, работая для этого. И это породило такое представление, что если я могу добыть пропитание, я благословлен. Нет, вы благословлены не потому, что добываете пропитание. У вас было пропитание, потому что вы были благословлены, но теперь оно уже так больше не было. И после этого мир начал тяжело трудиться для того, чтобы заработать на жизнь. Тяжело для этого трудиться. Скажите, я искуплен от тяжелого труда. И я не сказал, что вы были искуплены от работы. Нет, нет. Адам не должен был быть искуплен от работы. Он должен был работать. Но тогда у него был другой набор инструментов. И он выполнял поручения от Бога. А теперь он работал, пытаясь прокормить свою семью. И его ненавидела земля. Его ненавидели животные. И он не знал, что он будет делать. Потом один его сын убил другого сына. Да, все шло не лучшим образом, не так ли? Разве это не является картиной сегодняшнего мира? К сожалению, это картина христианского мира. По крайней мере, некоторых его частей. Но говорю вам, это не картина этой церкви. Это не картина нашей церкви. Аминь. Слава Богу. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки. И мы коснемся этого. Мы не будем долго на этом останавливаться. Но вы сможете это увидеть. И затем вы можете молиться об этом и изучать это для себя. возвращайтесь к этим передачам. Записывайте ли вы их для себя на диск, или же смотрите их на нашем сайте в интернете, но возвращайтесь к ним. Говорю вам, вам нужно возвращаться к этому снова, снова, снова и снова. И позволить этому работать в вашем духе. Зачем вам тратить свое время, смотря по телевизору все то, что основано на тяжелом труде и печали? Средства массовой информации ничего не знают. Все, что они знают, уже произошло. И я сказал, это не для того, чтобы повеселить вас, или что-то обругать. Такова уж природа этого. Так уж все устроено. У них есть своя работа. Это та работа, которую делают они. Но у нас есть наша работа. Мы работаем в этой системе, а они работают вот в этой. И именно поэтому они нас не понимают. Итак, давайте обратимся к Евангелию от Луки, пятая глава. Луки 5. И это будет одно из тех мест Писания, которые мне нравятся. Когда вы погружаетесь в них и прямо посередине этого восклицаете, «О, да, я вижу это». Понимаете? Разве вам не нравится этот момент восклицания? Откровение – это самая приятная вещь для человеческого духа. Это Иисус открывает себя прямо вашему духу. Слава Богу. Первый стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, и смотрите, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Те рыболовы не теснились, чтобы слышать Слово Божье. Возможно, они что-то из него услышали, но они вымывали свои сети. И они тяжело потрудились, и теперь вымывали сети. Они по-прежнему были на работе. И заметьте. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, это слова веры. Помазание всегда отвечает на слова веры. Слова веры приводят главное благословение в действие в существующих обстоятельствах. И вот в чем разница. Помазание работает, когда вы служите и когда оно нужно. Главное благословение работает постоянно, 24 часа в сутки. И помазание является частью главного благословения. Вы это понимаете? Потому что оно является одним из того, что удаляет проклятие. Помазание – это снимающие бремена, уничтожающие ирмо сила Божья. «Итак, главное благословение работает для вас 24 часа в сутки. Спите вы или бодрствуйте. Ваши ангелы в действии». И так далее. Но когда вы в какой-то ситуации говорите слова веры, выходит помазание, и затем это помазание приводит в действие силу главного благословения, чтобы приводить здесь в жизнь правила Эдемского сада. Вы еще со мной? Это важно в понимании этого. Иисус сказал слова веры. Он сказал, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». А лучше сказать, для улова. «Закиньте свои сети для улова». Это все, что Ему нужно было сказать. Итак, приказ был дан. «Главное благословение без меры было высвобождено. Что-то начало происходить. Но я хочу, чтобы вы послушали, что ответил Петр». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь». Они были семенем Авраама и должны были знать что-то получше этого, но они не знали, равно как не знают и христиане. Они тоже семя Авраама, и они этого не знают. «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему, или «Но раз ты так сказал...» Другими словами, Петр про себя думал. «Я лучше знаю». Что этот проповедник знает о ловле рыбы? «Закину сеть». Но это не то, что Иисус сказал. Он сказал забросить сети. Но Петр не собирался этого делать. Он прекрасно знал, что они ничего не поймают, и он провел на озере всю ночь. Он был голоден. Его жена не знала, почему, ему все равно пришлось задержаться. Он не собирался ловить рыбу в такое время суток. Его мобильный телефон не работал. Но из уважения, из уважения к этому равви, которого он весьма уважал, он сказал, «Раз ты так сказал, я заброшу сеть». И заметьте, Иисус ничего на это не ответил. Он уже сказал, что он должен был сказать. Итак, почему Петр не закинул сети? Он не хотел заново вымывать эти сети. Если их не вымывать, они у вас сгниют. Петр не хотел заново вымывать эти сети. Они все равно ничего не поймают. И что он сделал? Он принял решение, основанное на тяжелом труде, и закинул старую сеть, которую можно было и не вымывать. И обратите внимание, сделавши это, больше никто ничего не сделал. Петр закинул одну сеть. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и эта старая сеть прорвалась. Петр знал, что у него возникла проблема. О, Господь, я принес несвященную десятину. он знал, что он сделал. И смотрите, что еще произошло. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Их сети не прорвались. Вы со мной? И вот в чем тут суть. Мы могли бы продолжать. Об этом можно было проповедовать дня два, потому что оно все тут завернуто. Но нам нужно коснуться некоторых других вещей. Но вот в чем суть в этой ситуации. И это настолько распространено. Вам нужно размышлять и размышлять и размышлять над этим достаточно долго, так, чтобы оно начало изменять решения, которые вы принимаете. Поскольку вы принимаете неправильные решения, основанные на зарабатывании на жизнь тяжелым трудом. Именно так вы получите свое благословение, когда вы уже получили свое благословение. И именно ваше благословение обеспечит вас средствами к существованию и превратит ваш доход в семя. Аллилуйя. Это совершенно другой образ жизни, но вы должны учиться ему, поскольку вы должны научиться доверять главному благословению. Вы должны научиться доверять Иисусу власти над главным благословением. И это то, этому научиться. Они снова попробовали вернуться к старому после того, как Иисус был распят. Они снова пошли ловить рыбу, пытаясь обеспечить себя. Я имею в виду, что на протяжении трех лет они были всем обеспечены. Иисус спросил, имели ли вы в чем-либо недостаток? Когда я сказал вам не брать ни денег, ни мешка, имели ли вы в чем-либо недостаток? Они ответили, нет, Господь, мы ни в чем не имели недостатка. Главное благословение заботилось о них, но они совершенно этому не научились. И затем, когда Иисус зашел на крест, они пришли к такому моменту, где Он израсходовал все это в этом служении. Он ничего не оставил, но Он не волновался о них. Он собирался через несколько дней послать Духа Святого, и с этого они и начнут. Они больше это поймут после того, как родятся свыше. И вот они остались без ничего. И первое, что они сделали, Петр сказал, я иду ловить рыбу. Итак, послушайте очень, очень внимательно. И дали знак товарищам, те наполнили лодки рыбой. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса. Почему он не пал к ступням Иисуса? Лодка была заполнена рыбой. Эта рыба била Петра по лицу, а он ни одну из них не поймал. Он закинул старую прогнившую сеть. Ваше благословение может в большом количестве окружать вас со всех сторон, а вы даже этого не знаете. Вы даже не знаете, что оно здесь. И посмотрите. Итак, мы здесь, потому, что я человек грешный. Он осознал, что он сделал, увидев это, Симон Петр, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Итак, вот разница между жизнью главным благословением и жизнью трудом в поте лица. Тяжелый труд прогнал ту рыбу. Она видела ту сеть, она была напугана. Она видела тех людей, она была напугана. Именно поэтому они рыбачили ночью. В том озере кристальная прозрачная вода. И когда сеть опускается в воду, рыба уплывает. Тяжелый труд прогоняет ваше благословение. Вы пытаетесь стать благословленным, зарабатывая это главное благословение, это власть над всем, что летает, плавает, ходит, ползает или присмыкается. Все, что вам нужно, будет притягиваться к этому благословению и удалять пот с вашего лица. И когда Иисус отдал свой приказ, хватило времени на то, чтобы вся рыба в том озере собралась вокруг их лодки, и когда они забросили свою сеть, вместо того, чтобы уплывать, рыба начала запрыгивать в сеть. Вы должны были сейчас восклицать. Несколько лет назад вы слышали, как я уже не раз это говорил, но я хочу, чтобы это постоянно оставалось очень ясным в нашем мышлении. Господь сказал мне сделать пятницу днем пожертвований на передаче «Победоносный голос верующего». Все очень просто. Наставляемый словом «делись всяким добром с наставляющим». Позвольте у вас кое-что спросить. Почему Бог делает это очень важным, чтобы мы давали, когда мы получаем от Него? Теперь, когда вы узнаете о благословении Господнем, которое обогащает, вы узнаете, что такое истинное богатство в Боге, что это, почему, и как это работает. Но теперь вы можете понять слова Иисуса. Блажение давать, нежели принимать. То, что вы должны дать, приходит через главное благословение. И когда вы даете, вы приводите в действие Слово Божье, которое вы слышали, и ваша вера высвобождает его, как главное благословение в вашей жизни. И оно начинает удалять проклятие болезни и немощи, смерти, нищеты и всего остального. Это первое, что делает главное благословение. И затем оно начинает созидать в вашей жизни Эдемский сад, где вы ни в чем не нуждаетесь. Слава Богу! Аминь! Это Божий план. Отец, мы молимся за сегодняшние пожертвования, и мы принимаем их как семя, посеянное твоими людьми в Слово Божье, которое они слышали, сеющиеся в дух, чтобы пожать Зоя, жизнь Божью в их духе, и привести в действие благословение Господне. Аллилуйя! Слава Богу! Боже мой! Наши партнеры, мы так любим вас, и мы благодарим вас за вашу верность. Если вы смотрите нашу передачу за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования остаются в вашем регионе, они не уходят сюда, в Соединенные Штаты, и не пересылаются потом обратно в ваш регион. Они остаются в вашем регионе, поэтому вы поддерживаете послание Божье прямо там, где вы живете. Если вы хотите заказать наши книги, то вся необходимая информация сейчас на вашем экране. Будьте частью хорошей церкви, будьте благословением, изливайте его, аминь. И еще раз напоминаю, что если вы хотите заказать для себя наши книги, то вся информация сейчас на вашем экране. На следующей неделе мы продолжим говорить об этом, о благословении без меры, и о том, чтобы позволить главному благословению работать в вашей жизни и развивать веру в само главное благословение. Слава Богу! Знаете, простите меня, но я просто прихожу от этого в такой восторг, что с трудом могу себя сдерживать. Так здорово говорить с вами на этих передачах о главном благословении. До завтра! И помните, Иисус Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова